Итак, начнем с того, что есть у меня микрофон, неважно конденсаторный или не конденсаторный, хорошего качества, со встроенным звуковым аудиопроцессором 24-битным. Смотрите, какая получается стезя. Он мне очень нравится, но не устраивает один косяк. Во-первых, я знаю, что звук должен быть в большем частотном диапазоне, здесь чуть поменьше, но это не говорит о том, что он плохой. Эта серия очень даже хорошая. Смотрите, что происходит. Вот видите, вроде бы на нем есть индикатор, но его в системе нет. Вот, нет ни здесь, ни вот здесь вот сверху. Что приходится делать? Сейчас как-нибудь вот так вот за бачка отключаем кабель, чтобы потух индикатор, и заново переподключаем. И тогда он появляется везде, и в ОБС-ке, и вот в этой программке. Спускаем вниз, и вот он у нас где-то, вот М13, это он появился. Так, теперь мы смотрим его свойства. И где-то, где-то универсальное устройство ТРПР. А, вот, одноканальный. Так, надо сфокусироваться, давай ты сможешь. Вот, одноканальный, 24 бита, 192 герца. 192 тысячи герц. Вот. Это говорит о том, что вот здесь на борту АЦП очень даже крутая. Есть такие же на 16 бит, звук у них прямо, вот знаете, как будто в уши вам вату набили. Вот, примерно вот такая же история и здесь. И, соответственно, после того, как он обнаружился здесь, у меня вот такие вот настройки. Вот такие вот настройки, вот такие вот настройки. Окей. Это мы все закрываем. Все у нас работает. Вот, видите, у нас здесь появился микрофон, его до этого не было. И вот, как бы я. И вот в программке у нас все вот так, в ОБС-очке. Видите, докуда уровень доходит. Это как раз грамотный настрой. То есть, по уровню получается все хорошо. Я использую... Так, не то, сорян. Сорян, сейчас я найду. Вот, видео. Фильтры. Я использую два фильтра. Это по звуку. Значит, заходим вот сюда. По фильтрам. Усиление и шумоподавление. Вот шумоподавление у нас стоит. Вот такие настройки. Усиление стоит на 15,4 дБ. Вот. И звук получается вполне себе достойный. Это вот последние мои настройки, которые я сделал для этого микрофона. И они весьма классные. А теперь будет магия. Мы с вами будем как бы записывать сразу, как звучит данный микрофон. Сейчас я непосредственно буду вести дорожку, которая у нас идет с камеры, а не с, получается, с мобильного, да, телефона. И таким образом вы сможете оценить, как же звук отличается от мобильника на 24 бита. То есть микрофон сам себе этот очень неплохой. Именно он выглядит вот так. Вот именно вот такого плана. Если вы видите микрофон, они есть черные. Я взял синий цвет. Это самый редкий получается цвет. Их очень быстро разобрали. И таким чудесным образом купить подобный микрофон... Я знаю точно, что при загрузке компьютера люди не писали, что есть такой брак. У меня на, получается, четырех компьютерах везде одна и та же проблема. То есть он не хочет при включении сразу инициализироваться. Ему надо, чтобы он был включен. После этого нужно отключить USB разъем. И только после этого начинает работать микрофон. И вот вы слышите, да, вот как, в принципе, этот микрофон звучит. Вот ближе я к ним... Постукиваю. И очень звук даже на высоком уровне. У меня было очень много микрофонов. Вы не представляете. Примерно по деньгам, около... По нашим деньгам, которые вот сейчас по курсу, это около 50-60 тысяч я истратил просто на микрофоны. Пока случайно, где-то там в сети не обнаружил обзор одного человека, что Udome M10 или M1, что-то такое Pro, есть там с 24-битным ЦАПом. И человек тоже, как я, покупал кучу микрофонов, пока нашел именно просто готовое решение, которое подключил и сразу так звучит. А уже вот эти корректировки, которые я делаю, это уже как бы, ну, дополнение. В общем, очень достойный аппарат. И если вы будете искать подобное устройство, я его покупал что-то в районе тысячи с чем-то рублей. Если не ошибаюсь, 1400. У меня обзор на него был. Только я не показывал голос, я непосредственно давал ссылку на трансляцию, где я веду, рассказываю на подобные микрофоны. И получается такая картинка. Идут годы, хочется чего-нибудь современного. И я уже знаю даже, как его можно модернизировать. Но я решил попробовать приобрести что-то новое. И поэтому этот микрофон вполне себе удачный. Очень дорогой сейчас. Он стоит в районе двух-трех тысяч рублей. Но, смотрите, на распродажах цена низкая. Именно за модель 16 бит АЦП и 48 килогерц частота. Ну, то есть, очень низкая. Не смотрите в его сторону вообще. Потому что звук там получается, ну, не айс. Вот, серьезно уж, поверьте моему опыту, 24 бита только это и надо. И поэтому вот сейчас я прекращаю запись. И пока будем мы вести, как бы, такой вот диалог с вами на другую камеру, вы посмотрите просто, что я приобрел себе на замену этого микрофона. И мы с вами послушаем. Итак, это не реклама. Сразу говорю, это единственная площадка, на которой мне удалось выцепить микрофон с ценником за тысячу рублей. Это примерно 10 долларов. Это очень низкая цена. Но сейчас на микрофоне, на микрофоны такого плана, как у меня, ценник начинается от двух. То есть, или от 20 с чем-то долларов. Ну, более-менее с ЦП именно 24-битным. 16 бит даже не рассматривайте. Звуковуху ищите тоже на 24 бита. И, кстати, я себе приобрел для проекта. Поэтому в ближайшее время будет обзор, кому интересно. Так, пришла вот такая вот коробуха. И она зеленая. Поэтому, к сожалению, вы ее полностью не увидите. Но есть здесь надписи. И для того, чтобы вы ее увидели, давайте я сниму на другую камеру. Вот такая вот коробушечка. Вот такие вот характеристики. Встроенный звуковой чип. Есть у нас отключение, мониторинг и шумоподавление. Вот такая вот коробочка. Так, ничего больше нет. В общем, давайте вскрывать и смотреть непосредственно на то, что у нас внутри. Так, я еще не вскрывал. Вот и вас тоже посмотрю. Сразу скажу, что он очень легкий по сравнению вот с этим, с моим. Вот этот гораздо больше весит, чем вот этот. Поэтому у меня уже опасения такие, что там металла нет вообще. Так. И самое главное проверить, что здесь 24 бита. Вот для меня это самое важное. Так, инструкция. Так, естественно, никаких драйверов нет. Все это находится автоматически. Я проверял под XP, все находится автоматом. Так, что здесь у нас есть? User Manual. Так, здесь у нас идет вот такие вот характеристики. Это усиление с обратной стороны. Громкость. Технических данных я тут не вижу. Ну, типа определяется, это понятно. А какой здесь шнур-то? А, свой что ли? Ну, ладно. Так, 4 MC1 определение. И где? Где вот 24 бита, что я бы я увидел? Здесь нету. Но в описании товара было. Да, ну, типа название USB-MIG-1. Окей. Сейчас будем смотреть, разбираться. Сам микрофончик вот такого плана. Ну, давайте посмотрим с другой камеры. Я его сейчас распакую. Да, шнур здесь идет уже сразу в комплекте. Так, ну что. Как обычно, у меня все ножи непонятно где. Так. Вот такая вот упаковка. Детская на самом деле. Какой-то ее размер. Но, как это говорится, в плохой упаковке может скрываться и алмаз. Так. Вот так он у нас выглядит. С обратной стороны у нас есть подсветку выключить, включить. А вы, наверное, не увидите, да? Окей. С обратной стороны у нас есть выключить, включить светодиодную подсветку. Выключить, включить светодиодную... А, шумоподавление. И выключить, включить звук. Ну, как многие пишут, это неудобно. Проще, как я у старого делал. Это просто громкость вот так вот. Чипок. И повысил. Так. Ручка трется. Блин, это вообще жесть. Но она большая. Можно точнее настроить громкость. Но у меня она максималки здесь стоит. И ничего не задевает. В принципе, я не слышу эту крутилку. Вроде когда кручу. Ну, очень дешманский сделал. Вот так вид, конечно, интересненький. Ну, давайте подключать и посмотрим, будет ли у нас разница с вами. Так. Провод. Тут, наверное, метра два длина. Но больше метра это точно. Это и есть хорошо. Силиконовая заглушка. На проводе. И давайте подключим компьютеру на передней панельке. Так. Подсветка у нас включилась. Подсветка у нас вот такой вот. Так. Мы настраиваем. Так. Появился новый микрофон. Интересно. Реакция есть какая-нибудь? На шумодав. Подсветку выключили. Подсветку включили. Выглядит вот эта вот штука вот так. Походу, это реально пластик все. Да, капсуль здесь меньше, чем у моего. Если я не ошибаюсь, здесь он поболее. Раза в два, наверное, вот этот капсуль меньше, чем здесь. Обидно. Но нам это, в принципе, не особо важно. Нам главное, чтобы эффект. Так. Здесь я вижу предусилитель. А где же аудио-чип? А где же аудио-чип? Это остается загадкой. Сколько у нас тут? Получается 6 светодиодов. В общем, в разобранном состоянии вот такой. Капсуль маленький. Если что, можно заменять всегда не сам микрофон. А если вас чуть-чуть что-то не устраивает, непосредственно сам капсуль. Это подсказка. И вот как бы я особо-то не вижу. А, вот он. Вот на камеру увидел. А так он в глаза не бросает с аудио-процессор. АЦП. Вот так будем говорить. Более верное название. С этой стороны стабилизатор и предусилитель. Ну, а там вот функция выключается, переключается. Да. Все вот так вот. Все очень просто. Ладно. Закрываем крышечку на пластиковое наше чудо. Я так скажу, что за 1000 рублей, если звук здесь будет хорошо, то в принципе неплохо. А, я его даже поставить не могу, ты посмотри, что. Какой-то блин. Микрофоны сейчас, конечно, ну, не того качества идут, что раньше. Ну, так прикольно, в принципе, эффект какой-то есть, да? Так, давайте теперь заглянем, поставим, поставим, попробуем поставить его свойства микрофона. Я выберу и выберу другой микрофон. Вот он. И теперь звук должен быть на этот. Звук тут зашкаливает. Прямо реально. То есть, получается, у меня здесь на полную выкручен, а здесь мне приходится наполовину убрать. И, в принципе, я не слышу, как он звучит, но я надеюсь, разницу вы заметили. Давайте еще раз я переключу вот на вот этот микрофон. Видите, он не реагирует. Этот реагирует. Соответственно, переключаемся на этот. И смотрим, сравниваем. Раз, два, три. А, вот здесь, нет. Я что-то запутался. Нет, вот этот микрофон, все. Как-то с опозданием немножко это все работает. Ладно. Получается, у нас, в принципе, с вами два микрофона, которые мы можем, хоп, вот так вот переключать. И вот здесь вот, получается, вот я могу тише сделать. Да, с запозданием он немножко еще тише сделать. Могу чуть погромче сделать. И, в принципе, слышите вы или нет, как меняется, шуршание появляется или нет, за счет того, что пластиковый корпус. Пластиковый корпус, это из-за чего мне не нравится, например, из-за того, что он может фонить. Но, так как, получается, у нас здесь микрофоны идут не конденсаторы, но и на 48 вольт, а другие, забыл, как называется, которые на меньшее напряжение. Вот таким вот чудесным образом вот эти микрофоны уже могут не на столь широком диапазоне давать помехи. Поэтому, ну, простым языком говоря, он низкое напряжение, низкое напряжение может меньше фонить за счет низкой чувствительности. Ну, это чисто мое предположение. И теперь давайте-ка, наверное, оставим этот микрофончик. Я гашу съемку на эту камеру. И мы уже с вами разницу почувствовали, да? Вот сейчас запись идет на этот микрофон. И переходим обратно на камеру. И теперь смотрим, какой же у нее аудиочип стоит. АЦП. Насколько бит. Это очень важно. По крайней мере, для меня. Я именно из-за этого брал. Итак, давайте зайдем. Открыть параметры звука. Панель управления звуком. Здесь мы выбираем запись. Здесь у нас есть вот микрофон, как не основной. Готов 13-й. И как основной вот USB-Mig1. Вот смотрим его свойства. Настройки вот такие вот. И он 16-ти битный. В общем, это полное вранье, что он на 24 бита. И честно говоря, я очень разочарован. Везде написано было, что у него 24 бита АЦП. Да, печалька. Я не знаю, что сказать. Мне надо послушать и оценить качество звука. Но это позор. Так, ну что, я послушал. Честно говоря, я не впечатлен. За свою цену, честно говоря, 16 бит. Это обман. Потому что я рассчитывал именно на распродажу вырубать модельку на 24 бит. Вот, шершание. Так, я сейчас отключил шумоподавление и усилитель. И сейчас настраиваю непосредственно на самом микрофон. Если есть какие-то доп. шумы, соответственно, вы сейчас можете услышать. Сейчас я буду включать, именно выключать микрофон с низу. Вот здесь вот, что очень неудобно. И, в принципе, смотрим, что получается. Цвет микрофона, видите, меняется. То есть, хотите, чтобы микрофон исчез, просто выключите его. То есть, вы можете оценить, какое качество звучания было. Я услышал, у меня просто тембр голоса, он более низкий. И микрофоны, так скажем, с 16-битным носителем, они его очень плохо воспринимают. Поэтому я носителем с АЦП 16-битным очень плохо воспринимаю. Поэтому я рассматриваю именно микрофоны на 24-бита. Вот. Я, конечно, понимаю, что вроде бы там особой разницы нет. Но для меломанов, для тех, у кого нормальная, как бы, как это, частотные диапазоны в уши разделяют, и уши могут все это улавливать, для них прям разница будет очевидна. Просто 16 и 24. Это, знаете, как реально, я в последнее время именно называю это, как ваш, как будто в уши набили ватой. То есть, вот эти вот 16-битные, это в уши ваты набили. То есть, как раз у вас получается бубнение, а на 24-битном раскрытии идет более лучше сигнала. Ну и теперь давайте посмотрим, как бы шумодав включим, будет разница или нет. Так, я включил шумодав. А нет, он был включен, что ли? Ну вот сейчас он включен. Так, давайте я с шумодавом говорю. И вот сейчас я шумодав выключил, вот это без шумодава. Вот, смотрим, нет у нас шумоподавления, до этого у нас было софтовое. Естественно, можете сразу оценить, есть ли разница для вас, подходящее ли это устройство или нет. Конечно, может быть, для кого-то скажется, что вот, посмотрите, какой микрофон классный. Ну, блин, мелкий такой. Ну, ладно, мы опустим, что он из пластика. Мы опустим, что там ничего нету за эти деньги, которые предлагают. Особенно за 2-3 тысячи. Это перебор. Но самый главный обман, что здесь АЦП-16 бит. Это, на мой взгляд. То есть, частотный диапазон здесь очень урезанный. То есть, да, в качестве для записи какого-то звука, мне кажется, пойдет кому-то. Но, к сожалению, мне придется остаться, по ходу, при своем микрофоне. Хотя я еще не уверен. А этот, наверное, подарю тогда ребенку. Потому что он мой микрофон забирает периодически. Ну, а я буду модернизировать свой. Тем более, где-то там в посылках мне пришел новый капсюль. Я его разберу и попробую испытать. Заодно вам покажу наглядно, что можно модернизировать микрофон, улучшить качество звука заменой капсюля. Если вы этого не знали, это уже давно есть такое и практикуется. Подобный метод я сам лично на своей шкуре испытывал очень много раз. Ну, а в данный момент времени я считаю, что тест у нас микрофона закончен. Вот мы включаем шумодав. То есть можно, в принципе, завершать тест. В данном случае у нас шумоподавлением, которое идет непосредственно с микрофоном. Как устройство я допишу в статье. В описании к видео есть ссылка на мой сайт, где я пишу статью и делюсь. Бывает, я эксплуатирую его, например, месяц-два. Или ребенок эксплуатирует и, может быть, на что-то жалуется. И я это могу дописать. Или я эксплуатирую. В большинстве случаев я сам эксплуатирую. Видите, как удобно. У меня, в принципе, есть кому, если что, подобные вещи отдать. То есть я приобретал, думал, себе. Но, к сожалению, я разочарован. Я разочарован не в том плане, что, да, это прям негодное устройство. Да, где-то там оно угодно. Но я лучше бы взял Unity Pro 1M или какой он там, с 24-битным АЦП и попытал счастья, что он будет не такой глючный, как мой. Вот, что бы я хотел сделать. Потому что здесь именно звуковой диапазон, он больше, чем здесь. Кстати, вокруг меня рабочие компы, там вентилятор крутится. И это можно прислушаться, если услышать. Особенно, если вот тишину создать, это можно заметить. В общем, как-то так. Печально. Вы знаете, я думал, будет лучше. Это пальцем по столу тоже, мало ли. Кому-то важно вот всякие вот такие вещи. Мышка там. То есть, чтобы вы могли ориентироваться. Я дополнительно создаю помехи. Просто, когда я знаю по своей шкуре, когда человек выбирает микрофон и сталкивается вот с такими вот вещами и не знает, куда смотреть и на что обращать внимание, он думает, что все микрофоны это такие плохие. Нет, вот этот микрофон гораздо стоил дешевле, чем вот этот иногда на распродажах. Но его сейчас не продают. Он в остатках почему-то продается. Это единичные вещи. Почему, я не знаю. Наверное, придется мне рискнуть еще один разочек купить, что ли. И подарить кому-нибудь еще микрофон. Но я еще не знаю, не уверен, надо ли мне, раз, в принципе, этот пойдет ребенку. В принципе, вот это вот переключалки, это тоже, как бы, знаете, на любителя, да, мне особо это не важно. А мне качество звука важнее. Потому что мой тембр, так скажем, очень плохо носителей воспроизводит именно в нормальном диапазоне. Тем более, вы слышите, что вот первые у нас записи были из телефона, и с этого микрофона, и с этого микрофона. У вас прям три микрофона, и с фильтрами, и без, у вас есть чего сравнить. Разница колоссальная. Вот этот телефон, например, премиум сегмента, и на нем тоже звук отличается от моего прошлого смарта, который у меня был. Который был просто прошка и такой среднего сегмента. А это вот именно топ, так скажем, за свои деньги. И вы можете сравнить просто, что звук реально отличается. На каждом видеоматериале, который я публикую, звук может отличаться, потому что он может сниматься на разное оборудование. Даже петлички, которые я приобретаю и тестирую, из-за того, что качество капсуля, который используется в микрофоне, отличается, качество звука тоже может колоссально отличаться. Это стоит учитывать при съемке видеороликов. Вот я так смотрю, некоторые эффекты, в принципе, у меня, получается, съедает, да, из-за цвета. И получается не особо такого интересного, да. А вот здесь вот, в принципе, мне устраивает полностью и звук. Вот на втором. И самое интересное, я вам сейчас просто покажу. Вот сейчас, вот без всяких шумов, я вот здесь выкручиваю на полную, да, вот этот микрофон. Сейчас я его переключаюсь на него. Ну, просто звук совершенно другой. Вот если я не включаю предусилители шумодава на нем, на нем звук изначально с 24-битным АЦП звучит гораздо интереснее, глубже. Есть люди, у которых голос более к высокому тембру. Вот 24-бита раскроет ваш голос полностью. Поэтому, ребят, я вам сразу говорю, если у вас есть возможность, и вам, в принципе, ну, не хочется останавливаться на том, что вам этот микрофон не подходит, и хочется что-то другое, есть возможность где-то в магазине взять, проверить в реале. Начинайте с того, реальность у него какой АЦП. Если 16-бит, сразу отказывайтесь. Короче, не так. Смотрите только на 24-битные АЦП, если у вас важно, чтобы качество звука было лучше, чем вы привыкли от этого ждать. Либо же, как вариант, это мы, вы можете взять звуковую карту на 24-бита через XL, как он, разъем этот, микрофон какой-нибудь, U1, да, или там Pro, или Mac, или еще какой-то, и тем самым пытать части уже покупкой звуковой. Ну, я так скажу, что время шло, и вот раз это может за 1000 рублей, а это за 1000 рублей не может, ну, поищите, что может. U-Tomi 1 Pro, ну, именно версия, там прямо в описании должно быть 24-бита, это очень важно. Если на 16, прям сразу отказывайтесь. Очень важно, чтобы именно 24-бита было. 192 кГц, ну, или Гц, 1000, 192 тысячи Гц, должно быть, ну, диапазон воспроизводимых частот. А здесь это очень плохо. Вот вы слушайте меня сейчас через этот мой микрофон, которым я пользуюсь уже больше двух лет. Он меня полностью устраивает. К сожалению, я хотел перейти на что-то новое, вот такой вот, с функциями, да, вот этими вот шумодавами, там, с выключением. Тут, кстати, можно прослушать себя, подключив сюда наушники. Это очень удобно. То есть ты слышишь, что ты говоришь. Например, когда у тебя трансляция односторонняя, то есть очень удобно. Здесь такой фишки нет. И, блин, 16-бит в современном мире, да вы что? Ну, написали, что 24. Блин, да как так-то? Знаете, как обидно? Вот очень сильно. Ладно, на этом я говорю пока. До новых встреч. Всем удачи. Спасибо за внимание. Всем пока.